Словом, битва за Атлантику при помощи этих подлодок, в том числе типа 7,7b, началась для немцев вообще великолепно. Там все основные, более-менее толковые капитаны подводных лодок гналились за водоизмещением утопленных кораблей в 100 тысяч тонн, потому что 100 тысяч тонн означало рыцарский железный крест сразу. А он что давал, рыцарский крест? Ну как? Это же почет какой, сам фюрер поцелует, это же вообще ужас, как хорошо, приедешь к нему в Ставку, там тебе руку пожмут, ну класс же, потом рыцарский железный крест, серьезные награды, за него какие-то пенсии полагались и прочее, т.е. стимул был, и самое главное, что этот стимул, да, непросто, да, опасно, но в общем можно было достичь вполне себе эту цель в 100 тысяч тонн, потому что что такое угроза из-под воды, в общем, в Первую мировую все уже узнали. Но с Первой мировой до Второй мировой подводные лодки шаг дули очень далеко, и как выглядит новая угроза из-под воды, и как конкретно с ней бороться в новых условиях, тогда еще не знал никто, ну просто потому, что эти подводные лодки использовали только в одном месте – во время битвы в Испании, во время франкийского переворота и разгоревшейся гражданской войны. Немцы там, кстати говоря, активно свои подводные лодки использовали, т.е. там у них боевой опыт был накоплен, но в любом случае масштабного сражения с подводными лодками при их участии против них еще никто не производил, и поэтому первые же удары гросс-адмирала Дёница были крайне эффективны, просто потому, что с ним никто не мог бороться. Опять же, было много целей, т.е. английский торговый флот – первая мишень, он самый большой из всех которых есть, т.е. просто много целей, очень много целей, на выбор, ходи и топи, т.е. даже утопленная какая-нибудь рыболовецкая, ну хорошо, не баржа, а кораблеобеспечение, ну собственно, куда все улов сдают, это значит, что у вас пол-Лондона на сутки остались без этой самой рыбы. Уже хорошо. Уже неплохо. Во-первых. Во-вторых, там люди какие-нибудь, может быть, потонут, а дизелист, например, с этой баржи рыболовецкой, так он же запросто может работать дизелистом где угодно, т.е. это потенциальный, мобилизуемый человек с эквалификацией, который может обслуживать боевой корабль, и его-то вообще-то учить надо на его эту дизельную специальность – это кажется, подумаешь, дизелист, извините, тут нужно как минимум иметь образование уровня ПТУ. Как тракторист. Конечно. Так просто, что не подступишься. Прыг в танчик и готов уже, в общем-то. Да. Правда, конечно, начало было еще по отношению к англичанам несколько джентльменским. Ни для кого не секрет, что фюрер англичан страшно любил. Более… Конечно, нацизм-то практически с них скопировал. Ну, не то чтобы совсем с них, он, конечно, еще с американцев скопировал. Ну, это, в общем, англосаксы. Бывшая колония. Он их любил и считал, да, правильно, морально-нравственным ориентиром. И, в общем, неограниченные войны сразу ввести с ним был не готов. Это потом, когда дела совсем худо пошли на Восточном фронте, там завязли под Москвой. А тут еще, оказывается, англичане-то врагами стали благодаря усилиям сталинской дипломатии. Это же вообще недопустимо было, потому что они с англичанами должны были дружить. К этому-то вообще все шло. Ну, известная история, когда на их Мюнхенское соглашение ответили печально известным пактом Молотова-Риббентропа, строго предательским, естественно, потому что а нас-то за что? Никто же не ожидал такой подлости. Что, оказывается, еще и большевики умеют заключать пакты о ненападении и торговать потом с Германией. Ну, вот оказалось, что расклад сил в мире стал такой, что Гитлеру пришлось начать воевать с Англией. Этого не должно было случиться. Поэтому сначала, конечно, все было довольно джентльменски. А джентльменски – это как? В соответствии с конвенциями международными, которые Германия это все подписывала. Т.е. мирный корабль топить нельзя. Можно только в одном случае. Если ты подойдешь к нему, ну, в случае подводной лодки в надводном положении, подойдешь к нему, помашешь рукой, предложу всем эвакуироваться, после чего можно его взять или в приз, или утопить. Просто так из-под воды шарахнуть по мирному кораблю строго запрещено. Это нарушение международных законов. Впрочем, тут немцы… И кто-то это соблюдал? Немцы вначале реально соблюдали. Правда, конечно, были омерзительные эксцессы, когда командир подводной лодки, глядя в перископ, говорил, мне кажется, у него пушки. По-моему, он хочет на нас напасть. Волки. Кто сожрал овцу? А, первая полезла. По-моему, у этого парохода пушки. Ну, а раз пушки – все это военное судно, никакие там красные кресты, нейтральные флаги уже не играют ничего, можно стрелять. Потому, что боевой корабль под действие конвенции не попадает. И да, так регулярно топили всякие разные суда. В частности, там американское судно потопили, из-за которого потом американцы объявили войну вообще в итоге. В том числе, конечно, не только из-за этого, но в том числе объявили войну фашистской Германии. Ну, пусть поначалу вот так. Повторюсь, чем дальше, тем хуже. И, конечно, постепенно началась неограниченная подводная война. И вот то, чем пугали немцы всех в конце Первой мировой, вот оно тогда не развернулось в полную мощь. Только потому, что началась немецкая революция. И просто всю эту сволочь золотопогонную в Пикхельмах и Аксельбантах повыкидывали из страны к чёртовой матери. Все эти Вильгельмы и прочие разбежались то куда. Соответственно, подводники в том числе и воевать отказались. Но начало подводной неограниченной войны в конце Первой мировой тоже было очень серьёзным. И вот тут Дёнец развернулся по полной. Насколько ему, конечно, позволил Гитлер. Потому что у Гитлера, как у человека совершенно явно умственно ограниченного и психически не очень здорового, у неё, конечно, была привязанность ещё от Первой мировой войны к большим кораблям, к линкорам. Потому что казалось, что такое вот 7Б? Вот 14 торпед. Ну хорошо, 14 кораблей. В самом лучшем случае ты утопишь, но если посмотреть здраво на вещи, никогда в жизни у тебя такой результативности за один поход не будет. 14 выстрелов, всё. А вот выпустишь ты в море линкор «Бисмарк», у него там на каждую пушку 120 выстрелов главного калибра. А любой этот снаряд, один при удачном попадании, опять же, это смертельная угроза для любого гражданского судна. То есть, как минимум, если это у него тонет, то утратит всякую пригодность. Там калибр по углу какой – 380 мм. Кошмар. Да. Вот. И кроме того, и вспомогательная артиллерия, плюс корабль, в отличие от любой подводной лодки, он же… ну он просто как дельфин стремительный, он очень быстро ходит, от него не убежать. Потому что если подводная лодка идёт в подводном положении, в самом опасном своём положении, то вот эти 10 узлов – это значит, что как только будет понятно, откуда она будет атаковать, если его заметят, любое гражданское судно от неё сможет свалить, потому что они все ходят быстрее. Кроме того, есть конвой. Как только начались серьёзные успехи по уничтожению британского надводного поголовья, была введена крайне громоздкая, очень в оперативном смысле неудобная система конвоев, которая только вообще давала хоть какую-то гарантию от атак подводных лодок. Так вот, просто, блин, деревянный катер, гружённый бочками с порохом, т.е. с едой глубинными бомбами, он может утопить любую самую совершенную подлодку. Если он просто её выщемит, когда найдёт в подводном положении, и удачно уронит пару бомб, любая подводная лодка ляжет на дно, развалится и вообще. А если приплывёт линкор «Бисмарк», так против него нужно выставлять такой же линкор, просто чтобы отбиться, потому что один линкор разгонит любой, вообще любой конвой. Какие-то не поставь там крейсера, эсминцы – это всё против линкора ни о чём. Но эти теоретические рассуждения были прекрасны, ровно за одним буквально таким ключочком. Британский Гранд-флит был кратно больше и мощнее, чем вся надводная часть Криксмарины. Т.е. что у них были? Два супер-дредноута – «Бисмарк» и «Тирпиц» однотипных. Были эти самые карманные линкоры. Ну, по сути дела, лидейные крейсера – хорошо бронированные, хорошо вооружённые. Ну, англичане-то ж могли буквально на каждое предоставить там по три таких же, а то и лучше. Давайте разбирайтесь. «Бисмарк» – да, он быстрый, но он огромный, его спрятать нельзя. Его рано или поздно, скорее всего, рано найдут и натравят на него основные силы Гранд-флита, а подводную лодку пойди найди. И «Бисмарк»-то, если перевести на современные деньги – это 1,5 млрд долларов приблизительно, может даже и больше, а подводная лодка – это 500 тысяч рейксмарок тогдашних, т.е. она по сравнению с линкором просто ни о чём. На деньги, которые потратили на «Бисмарка» можно было построить флот подводных лодок, целый флот. Причём каждый из них – ну да, хорошо, 14 раппеток – немного. Ну, тех лодок будет 100, допустим, и у каждой по 14 раппеток – совсем другое дело. Поэтому, как показала практика, конечно, адмирал Дёниц был прав, а Гитлер-то был совершенно неправ со своими этими гигантскими машинами, которые он страшно любил. Они имели, конечно, больший пиар-эффект. Ну, разумеется, да, «Бисмарк» выплыл в свой первый поход и сразу же утопил крейсер «Худ», линейный крейсер «Худ» тут же буквально, в течение, по-моему, трёх или четырёх залпов. Повезло, удачненько выступили. Но потом-то его отловили. И что? И немцам пришлось открывать «Кингстоны», потому что у них кончился боезапас, они всё расстреляли. Утопить его, конечно, не смогли, но какая разница, его утопили или они сами утопились – всё, нет линкора. Вот такая вот история. the End Продолжение следует...